всем привет несмотря на то что стали на этих ножах показали себя хорошо в тестировании на картоне и на древесине тем не менее каждый из них по своим причинам остались неотвеченные вопросы стали aus 4 на ноже серки тем 16 осталось недоумение по поводу того как это дешевая сталь показывает такие казалось бы невероятные результаты по поводу вид же 10 нам кости тактилити и повис вопрос в плане того насколько она все-таки лучше чем вид же 10 на ножах spider к поэтому я решил провести дополнительные тестирования на канате возможно но поможет нам получше разобраться в этих вопросах оба ножа я дополнительно поправил на пасте принципе сейчас у нас прошел дождик листочки моментально размокают но тем не менее оба ножа идеально острые я думаю можно начать начнем с мукасты мне осталось несколько таких кусочков каната после тестирования по эдисе резу начнем с них раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять резов мукасты десять резов мукасты десять резов мукасты раз два три четыре пять 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 шесть семь восемь восемь девять десять резов аус четыре на серке и ти сразу могу сказать что чувствуется то что серке ти имеет не такую резучую геометрию пока никаких проблем нам кости и никаких проблем на сеансе поехали дальше еще по десять резов я буду замерять режущую кромку проверять вернее каждые десять резов так как все таки это не какие-то мега стали и события могут развиваться довольно стремительно раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять раз два три четыре пять шесть мне кажется уже начинает мылить вот видно что не весь канат дорезу семь вот она девять десять все мне кажется на аус четыре уже появились микросколы и в принципе я уже могу видеть их даже невооруженным глазом но все-таки ножчик режет я не вижу чтобы он как-то серьезно затыкался микроскольчики я прям вижу если смотреть я вижу что вся режущая кромка имеет какие-то маленькие дефектики им каста мне кажется происходят уже какие-то изменения с режущей кромкой потому что рез рез явно не такой гладкий как в начале я не могу пока что конкретно указать на какой-то там микроскол или дефект но рез изменился продолжим в принципе всего лишь 20 резов раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять довольно бодро режет этот нож ну теперь серките раз два честно говоря продавливание уже речь не идет я пол каната прорезаю и потом на половине затыкаюсь приходится пилить четыре пять шесть семь восемь девять десять что ж я постараюсь проверить ногтем все таки на глаз и все можно увидеть да решила кромка имеет микроскольчики не один и не два даже довольно много и здесь тоже есть микро дефект они гораздо более мелкие чем на серке эти дефект дефект чтобы свет отблески но мне кажется это было видно вот тут вот вот тут вот есть какое-то место которое отблескивает свет и по все режущей кромки вот тут вот в принципе я для интереса для интереса сделаю еще несколько десятков может быть один десяток резов серките и я думаю можно видеть первые микросколы здесь вот на листе бумаги вот в этом месте такой зацепчик произошел это вот оно и есть и сам срез такой более неровный более такой как угловатый даже я бы сказал но вот насколько вы помните те кто внимательно смотрит мои видео в свое время 30 резов стало потолком для виджи 10 на ножах спайдер здесь видимо мкаста протянет больше хоть и я не уверен что намного ну давайте продолжим раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять серките тропин но три четыре пять шесть шесть семь восемь девять ну честно говоря это конечно же смех поэтому я думаю серки ти всего 40 резами которые по большому счету были за уши притянутыми это достаточно так как уже в районе 20 резов мне уже пришлось начать пилить то есть после первого десятка началась вот эта пилива неприятная поэтому понятное дело что нож потерял свою остроту но все вот все тут уже видно всего о вот она где это уже вы видите это уже все то есть после 10 резов он моментально потерял свою остроту и потом стал потихоньку сдыхать все больше и больше поэтому ну ничего удивительного все понятно вот мкаста рез тоже очень такой махристый если бы скажем это была проверка на появление первых микросколов как у руслана киясова с его сезалевым канатом тут можно было бы уже заканчивать я думаю вот этот момент но я хочу сделать может быть еще 10 20 резов чтобы добиться прям ну какого-то более явного затупления раз два три четыре пять шесть семь восемь девять о начинается мыло вот она не продавливает до конца и и потом вот эти вот несколько волокон приходится конкретно допиливать давайте так вот если быстро может и проходит а медленного все вот она вот это место здесь вот вот тут вот бумага прицепилась но тем не менее вот тут вот конкретный какой-то микроскоп да все тут вот тут вот туда до часть она вся просто покоцана поэтому мкаста получила 50 резов что ну конечно побольше побольше чем вид же 10 на спайдер к но тем не менее как бы ну да это практически там на 66 процентов превосходит показатель спайдеров но не знаю то есть здесь немножко немножко другое сведение мне кажется более такого грубовато чем на эндуре в принципе как бы не взорвало мой мозг да это хороший результат он превзошел спайдер к но ну я ожидал как бы что на 50 резах еще не будет смерти это мой лично такое впечатление конечно не знает на чем она основана просто мне мне так хотелось на основании того как он резал картон вот а наша house 4 которая тоже очень удивило в прошлых тестах на этот раз в принципе ну полностью оправдала свой состав свою недорогую цену то есть полностью все этот нож он просто начал умирать после после 10 реза этот все таки держался вот у него такой вот переломный момент произошел вот именно после после 30 резов вот и последние 20 вот доконали то не ржу house 4 в принципе сдалась относительно рано все теперь на самом деле мне кажется все абсолютно ясно надеюсь вам было интересно спасибо за просмотр пока бай бай